Здравствуйте, дорогая публика! Вот мы сегодня побывали в таком культовом питерском магазине, книжном, который называется «Подписные издания». Этому ещё от старых советских времен осталось название, очевидно, да? Он и раньше был подписным изданием, да? Да, спасибо, да. Вот, и вот это вот, когда-то эти были такие вот дефициты, сейчас такого понятия «Подписные издания» больше нет, а раньше вот оно это было, «О, удалось, подписались, да?» Ну, сам магазин «Подписные издания», сейчас издаю, есть, они издают книжки, у них есть как бы свои мини-издательства, они издавали переводы британских, значит, писателей, и писательницы вот Мэри Луиз Олкот, которая написала «Маленькие женщины», потом ещё от той же автор, что написала «Поворот винта», вот, и вот эта вся тема, поэтому вполне все замечательные, хороший магазин, очень приятный, из приятной публики, вот Бориса Сергеевича там двое, два человека узнала, вот, один по его лекциям, очень давно учился. Три человека. А третий кто? Так, я сначала двое, а там ещё один был продавец. А, ну вот, я, говорит, уже очень давно вас знаю, я ведь в прошлом году вуз закончил, а вот я посмотрела, что когда в вузе учился, то есть, ну, вот, древности, да, и древности. Изучал по моим лекциям задачу коми-вэйджор и ещё какие-то. Ну, и, естественно, мы решили устроить так, как наша семейная, в общем, так сказать, книжный обзор, как это правильно сказать, распаковка книг. Распаковка книг. Ну, правда, мы их уже распаковали. Ну, вот, можешь показать. Вот, замечательная книга про кошек. От саванны до дивана. Да, так, так, так вышло, что они, так, эволюция прошла, что они из абсолютных хищников. Кстати, вот, на бенгальской кошке. Это наш любимый тиграш, он как раз открылся. Ну, мной любимый тиграш, не все его одинаково любят, как я. Некоторые в нашей семье называют тиграшу тварь-2. Тварь-2, да. И вот этот тиграш, он замечательный совершенно. Его, говорят, законы Израиля запрещают держать в своих домах в Израиле. Потому что он считается хищным. Он считается хищным. Правда, он очень общительный, очень добрый и всяк прекрасный. Но, надеюсь, что эта книжка обогатит мои знания о кошках. Там любопытный момент я полистала, что вообще кошки – это стопроцентные хищники. Но в Китае есть кошки, которые ели зерно. И вот это говорит о том, что, возможно, зерно. Да, что древние китайцы их подкармливали зерном. И они вот стали его… Прямо сырой? Ну, я не знаю, вот, может, посмотреть там… Это очень интересно. Любопытный момент. Ну, по крайней мере, как-то переработанная каша. Это очень интересно. Ну, наши-то бедные пенсионеры и пенсионерки, коль, выбаривают для них кашу, всякие такие прочие вещи делают. Ну, вообще, считается, что кошки плохо кашу переносят. Собаки, да, собаки даже могут веганами быть, а кошки всё-таки нет. Ну, тем не менее, вот я знаю кота. У нас был тогда кот такой, звалил Байбак. Он, как только чистит картошку, всё, бешит, да, эти картошки кусочек сырой поесть. Ну, у нас был кот Барсик, нет, не Барсик, Мурзик, который любил очень варёную свёклу. И, ну, он любил рыбу и мясо на варёную свёклу. Он как-то сдвинул носом кастрюлю, которая была, свёкла, отвалена для салатов, для гостей, и обгрыз каждую свёклу свёклу. Вот, конечно, какой молодец. Вторая книжка – Джошуа Рубинштейн «Последние дни Сталина. Захватывающий леденящий кровь и конструкции событий, происходивших до и после смерти советского диктатора». Это такой писатель, исследователь советской литературы. Вот, ну, книжку мог перескорее просто посмотреть, о чём пишут на эту тему. Как же рассказывают. Ну, правда, те, кто при смерти Сталина присутствовал или был близок к этим, они, конечно, предпочитают молчать. Поэтому то, что где-то выскочило, проскочило, вот потом вот и резонирует. Ну, я так посмотрела, какие-то общие отравляющие вещи, вот как там начали дело врачей, вот, значит, как начали, значит, преследовать евреев по второму кругу. Тот, кто на комер. Вот как с Израилем дело пошло не очень хорошо, да, там вот он, благодарности. Потом Кремль движется дальше, реформы, шанс на мир и, как бы, конец, начало. То есть новые чистки, которые вот должны были... Тут Полина Жемчужина, Жена Молотова. Ну, я не думаю, что мы что-то новое узнаем относительно... Ну, тем более, что да, это не для нас писано. Вот такая вот книжечка, значит, наука о литературе, литературный институт имени Горького. Значит, книга 2. «Маленькие женщины в англоязычной детской литературе. Встречные чтения». Составитель и, видимо, автор, насколько я понимаю, Шишкова. То есть это исследование текстов детской литературы для девочек и мальчиков. Ну, и вот в основе лежит его произведение Мэри Луизы Олкот «Маленькие женщины». Известный литературный текст, недавно вот, так сказать, снова вернувшись в моду, потому что вот около трёх лет назад, или даже четырёх, Грета Гервик сняла фильм. Очень популярный, да, удачная экранизация. И здесь просто рассказывается, например, о том, что, ну, вообще, как устроены тексты того времени. Например, там, дихотомия, там, не только либо плохое, либо только хорошее, либо соперничество, дружба девочки с Раванца и девочки Паньки. Анализируются тексты того времени, да, то есть какие, что параллельно происходило, например, какие-то там, ну, тексты, или не только все такие сусальные тексты писали, да, вот, ну и вот как вообще всё это происходит, то есть это довольно любопытный текст. Вместе с ним, книжка безумно дорогая, чтобы вы понимаете, эта вот книжечка, которую мы держим в руках, она стоит тысячу рублей, вот. То есть это, конечно, кошмар, то есть здесь сейчас книжами... Почти, почти два в десятое, тысяча двадцать три. Да, а вот эта книжка стоит в два раза дешевле, это детство в англо-американском литературном сознании 17-го, 20-го века. Значит, это им... В 17-го? Да, в 17-го. Это тоже институт имени Горького Российской Академии Наук. И здесь просто вот рассматривается там идея детства в английской поэзии. Ну, это просто там сборник статьи о том, как Эдгара Алана Попа, по-моему, пересказывали для детей, значит, для детей, по поводу чернокожих в американской литературе, как их рассматривали, вот. Ну и, в общем, прочие вещи, вот, интересно ознакомиться. Это тоже, кстати, сборник статей какие-то. Да, сборник статей, но тут разные авторы. О, а это мне доверили. Рассказать эту вещь. Мета-зоа, да? Зоа – это жизнь. Зоа – жизнь. Зоя, да? Зарождение разума в животном мире. Вот так называется. Питер Готфри Смит – это австралийский учёный. И я так вот потыкал, посмотрел. И, в общем-то, тема обсуждается очень интересно, с большими, так сказать, отклонениями в прошлое. Вот начинается она, как я понимаю, с открытия домных организмов, которые, вот, знаете, как называется, бактериальных матов. Да, вот как они были открыты, бактериальные маты. Совершенно случайно подняли со дна океана, значит, скребок. Этого самого вот грунта. Подарили его гекселем со спиртовым в виде. Нет, гекселем его к краям глаза посмотрел и забыл. Потом через 10 лет опять посмотрел. Лучше бы он на кроскопу, опять что-то углядел. Ну, в общем, вот так вот рассказ об продвижении науки. Вот есть такой способ изложения науки, называется он исторический. Кстати, очень многие науки экспериментальные наблюдательными так излагаются. Вот начинают, например, рассказывать о экспериментальной ядерной физике. Вот начинается открытие элементарных частиц. Помню, глава такая была в книге Мухина Константина Никифоровича. Экспериментальная ядерная физика. Там про пенольмезон. Открытие пенольмезона весьма поучительно. Ну, вот это тоже вот изучение весьма поучительно. Кстати, книгу человек посвятил всем погибшим в австралийских лесных пожарах 2019-2020 годов. Героям, которые боролись с огнем. Вот такая вот печальная история у них была в Австралии. Ну, вот еще у нас одна книга. Андрей Ланьков. Не только кимчи. История, культура, повседневная жизнь Кореи. Ну, кто не знает, значит, у нас Андрей Ланьков. Он достаточно известный исследователь именно Северной Кореи. Хотя живет он в Южной Корее. Вы могли его видеть в разных видео. Значит, у инагента Юрия Дудя. Он давал очень большое интервью про Северную Корею. Несколько, так сказать, разбивая представление о ней. Потому что, ну, вот сейчас новый глава Северной Кореи. Он сказал, что среди руководящих должностей обязательно 25% должно быть женщин. Не менее. Не менее, да. Ну, и... Американский президент назвал его хорошим парнем. Ну, предыдущий. Понятно, в том числе и потому, что, наверное, у этого хорошего парня с этого наружу. Он говорит, любит свою страну. Хороший парень. Вот. Но эта книга, она, конечно, не совсем прям такой свежак. То есть это доработанные тексты Ланькова, которые он публиковал раньше на английском языке. Потому что он все-таки, ну, крупный международный специалист. И к нему часто обращаются люди. Вот. Вы можете найти его видео в интернете. Их очень много. Он разным нашим таким крупным русскоязычным давал людям интервью. В общем, я так понимаю, книга изгнана добротно. Хорошо. Там есть даже вот черно-белые картинки. Приятно выглядит. Вот. Ну, и, в общем, про... И про северную, и про южную. Ну, это вот история еще до разделения. Наверное, что-то есть, может быть, и про северную и южную Корею. Там про ныряющие с острова Чеджуды. Это у нас Джеджу, по-моему, называется на русском языке. Которые не постаревшие русалки, можно назвать. Да, да, да. Там просто начинается с того, что, значит, извините, пожалуйста, Аугсти, мама у Ланькова прожила с 32-го года по 2021. В памяти моей маме Валентины Витальевны Ланьковой Аугазиной. Вот. А там вообще он говорит о том, что... Вот только извините, у нас тут перевод по каким-то, значит... Перевод? Не перевод, а вот эти корейские слова там по какой-то там не той транскрипции. А, в смысле озвучивания, не перевод. Да. Дальше. Что возьмем? Ого, давай, вот это Герберт Килен. Это тоже, кстати, издательство подписных изданий, поэтому книжка стоила не огромных денег. Вырванные годы и украденная свобода. Ты будешь рассказать или мне рассказать? Ну, расскажи ты. Ну, это история. Немец в, по-моему, в 50-м году, кажется. В 47-м году. Подрался с русским парнем. И за это и лежмачком. А Вена тогда была оккупирована. Да. И его, австрийцы он был, геневец, простите. И его отправили на 3 года, по-моему, сначала на Колыму, а потом еще 3,5 года он на Магадане просидел. Вот. И это его как бы... Поселение. Поселение, да. И он рассказывает, как вообще вот он жил, про все эти его вещи. Говорит о том, что он не рассматр... Ну, то есть вот там очень любопытный взгляд. Он говорит, например, что вот я не рассматривал эту историю как некое страдание, как вот том, что как-то вот я там пытался как некое перерождение. Кстати, он в итоге нашел того человека, с кем он подрался и даже с ним подружился через 30 лет. Дело было. Через 50, написано. Через 50, а он еще через 50. Ну, то есть это после 90-х годов, когда уже... Да, да, да. То есть... То есть перемещения были не затруднены. Да, вот он... Геневец. Посолок Ягодля, 2002 год, вот приехал. Он сюда сейчас ездит посмотреть на Магадан. Да, да, да. Он уже куда добрался. Вот. Мы туда не очень стремимся в ту в повестке почему-то. Уж лучше вы к нам, да. Но это не ты стремишься. У меня куча людей есть на Колыму, на Магадан за огромные деньги. Ты тут не стремишься, потому что это огромные деньги стоят. Ну, да, да. Просто мне и хорошо. Да. Что не хочу я... Кого там... Мадам Клико шампанское... Не только потому, что оно дорогое, а просто я не пью шампанское. Ну, вот серия нового литературное обозрение и гендерное исследование. Оксана Мутиева, повседневность дагестанской женщины, кавказская война, социокультура перемен 19 века. Она, значит... Еще 19 века. Да, да, да. То есть это ее исследование. Она женщина-профессора в Дагестане, в Дагестанском университете государственном. И это ее такое серьезное научное исследование. Монография. То есть про то, что, например, и женщины в оборонительных сражениях часто участвовали. И, например, там упоминается про, значит, и маму Шамиля, и как там тоже тетеньки пытались как-то свое упрочить влияние на всякие такие кружки. И как женщинам приходилось второй или там третий раз выходить замуж, когда они вдавили. Да, и в общем, ну, то есть это... Ну, то есть это, как ни странно, война за пробогащение Северного Кавказа, которую вела Российская империя несколько десятков лет... Ну, там не сказано. Она что, повлияла на освобождение женщин Кавказа? Нет, не повлияла. Так особо просто произошли определенные изменения. Я бы не сказала, что... В каком направлении? Ну, вот мы сейчас прочитаем, полностью узнаем. Но, потому что там же, в общем, скорее то, что женщины миротворческими процессами часто занимались. Вот. А еще вот у нас книжка, тоже любопытная. Называется книжка «Заразные идеи. Тема заражения в исламской и христианской мысли, западной и Средиземноморье, средних веков и раннего и нового времени». И в ту пору-то ведь религия была главной наставницей практически в вопросах. А вопросы заражения, ну, они как-то так оставались открытыми. Но, тем не менее, кстати говоря, вот, например, у католиков был такой разговор. Кто-то из папы римских, по-моему, сифилисом заболел. А и стал разговорить, что это, мол, по воздуху распространяется даже за раз. Ну, как папа римский мог заболеть. Вот, 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 как-то так был такой какой-то, хоть такой был ответ на всякий случай, да. По ветре был термин такой. Ну, тут, например, вот пишет по поводу исламские размышления о бешенстве. Вот, как вообще оно передается. Вообще, значит, с заболеваниями было очень сложно. Потому что, так сказать, ну, непонятно, считалось, например, проказа, что поражаются ей, типа, люди, вот, из-за какие-то свои грехи. Потом, как оказалось, что она заразна, но это как-то не помогло более улучшению отношений к людям. Джастин Стернс написал. Да, это крупные специалисты в этой теме. Вот. И, значит, еще история. Ну, вот, можешь... Это вот у нас, там, значит, Московская духовная академия. Концепция современного естествознания. Христианско-апологетический аспект. Написал это священник Олег Александрович Муриков, который закончил биохиму Московского педагогического университета. Вот. Ну, у него там часто, говорит, вот, апологетика. Научная апологетика. Тоже вот. Ну, как-то вот в науке очень просто изменяются эти парадигмы, идеи основные. Ну, то есть, вот тут как-то совсем не так, как было, как в христианстве или в других религиях. И совсем не так, как при советской власти. То есть, при советской власти четко нельзя было спорить с Лениным. Раз у него написано вот так, ну, как хочешь, да, вот, апологетика. Вот. А вот так вот, 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 пожалуйста, можно спорить с Ньютоном, можно спорить с Эйнштейном, с кем хотите. Я полистала книжку, мне немножко, ну, это вот, наверное, думаю, что эта проблема, она требует еще своего будущего исследователя, такого крупного. Это влияние протестантских американских англоязычных текстов на дискурсы, на современную русскую православную церковь. Потому что нечто похожее тексты, они я видела как раз там. Ну, если вы знаете, что в США есть, значит, музей, музей, так сказать, что не было, есть музей всемирного потопа, есть музей, значит, отсутствия, что эволюции не было. Вот, но тут все-таки как-то более пока что наукообразно выглядит, но еще я видела книжки, по которым учатся дети, вот эти вот холмскуулинг, американские домашнее обучение. И там, значит, типа, вот что такое, что такое вулкан, вулкан, это вот цитаты там из таких-то таких-то читей Библии, и вот там, значит, он взорвется, и все грешники погибнут, и все праведники возвеселятся. Ну, вот этого такого нет, но здесь как-то, конечно... Ну, вот цитируется Академика Заварзина. Да-да-да, вот это они очень любят собирать. Он был, кстати, у меня на передаче еще. Собирать вот эти всяких там товарищей и так далее. Следующая история, вот покажи книжку. Это... Автор Ренате Лахман. Лагерь и литература. Да, то есть здесь... Ну, это наш Лахман. Нет, это не наш Лахман, значит, это немец, вот, и он анализирует тексты о лагере и вообще восприятие лагеря, и как люди в лагерь попадали через всякие литературные процессы, вот, и... Ну, да, хорошо сказано, мне просто нравится. Да, например, да, то есть, например, вот, появление чего-либо съедобного люди могли впадать в нечто вроде опьянения. Марголину вместе с одним салагериком повезло получить легкое уработывающее хранилище. Краж картошки в обход традиционного обыска при покидании подвала изображается как некая озорная проделка. Потом в том же подвале они обнаруживают морковный рай. Последствия чрезмерного увлечения корнеплодами он описывает так. Этот морковный ралли, морковный адрес в январе 44-го года был удающимся событием в истории моего круглицкого сидения. Мы жили в морковном Макстаде, все остальное отступило на задний план. С 8 до 11 ежедневно мы ели морковь. Каждые 5 минут кто-нибудь из нас бегал к волшебному источнику. За 2 недели я съел пол до 3 моркови. Морковь стружилась в моих жилах, мир был окрашен на время всего цвета. Мы воспрянули духом с Николаем. Морковный румянец заиграл на наших щеках. Вместо того голода воспроизводится вызванная им фантазия. Нередко сообщает о том, как кругу заключенных вспоминают разные блюда и вкусы, рецепты. Рассказы о венской кухне, процутки киндетских бытов позволяют Штайнеру, плохо знающему соответствующий рецепт, развлечь офицера, охраняющего будку и получить разрешение немного погреться. Примечательно понравившаяся моргольная история о горохе, поведена одним полякам. Поляк, хозяин фольварка под Вильной, начал мне объяснять, какой бывает горох и что можно из него приготовить. Он говорил, не умолкает час, я был ослеплён. Я не знал, что горох в руках художника, кухни, как слово в руках поэта, обращается в шедевр. Это была поэма о горохе, гомеровской силе. Только многолетний голод и тоска по дому могут довести человека от такого экстаза, так как крыть его воображение уста. Вот, ну и в общем еда, вот тут разные моменты, то есть это или например реальность и реализм. Недавно я тоже читала тексты лагерные про то, что людям очень не хватало красивого, и поэтому там кто-то художники просили пришить мне репродукции, вот и так далее, и так далее, и так далее. Я рассказывал о нескольких таких художниках, он на поспище не выставил. Да, ну не знаю, последние лет книги, которые мы купили в наше путешествие в Петербург, ну такое у нас короткое путешествие, если хотите, понимаете, в подписных изданиях остались ещё книги, которые мы хотели бы купить. Вы можете нам прислать ещё денег, и мы купим эти книги, и прочтём, и расскажем их для вас. Вот, поэтому, в общем, что вы ещё добавите? Какая из этих книг тебе больше всего понравилась? Ну я пока не читала, но, наверное, не знаю. Ну мне вот я сразу скажу про жизнь, метазо, и про кошек, которые вот на самом деле хищники. Вот про эти две темы, где уж кошек куда спрятались. А вот про вот этих вот кошек, которые здесь хищников саванн стали жителями диванов. И вот это австралийского автора Промета Зова. Ну мне, наверное, интересно почитать сборники. Я просто люблю, знаете, я ещё люблю сборники статей, потому что там так всё очень спокойно, коротенько, понятно, с ссылочками, вот. Ну сборники статей, ну ланьков, да здесь всё интересно из того, что я купила. Я не могу как-то выделить, что ты. Ну просто раз я выделил бы, это самое, календарь. Календарь, потому что ты единственное, что купил там. Нет, я ещё купил каталог выставки рисунков Дюрера. Там в Эрмитаже есть две книжки, комиксы, как дети путешествуют по каким-то частям Эрмитажа, с каким-то китайским, по-моему, там встречаются персонажем, и с кем-то ещё такие рисованные картиночки, да. Парамитаж, комикс-парамитаж. Наверное, знаете, чтобы я выделила, наверное, это воспоминания, лагерь литературы и воспоминания, значит, австрийца о ГУАГе. Это такой очень интересный такой момент. Не надо было драться, не получил бы такого интересного опыта. Ну, как сказать... Зато опыт интересный получил. Как сказать, знаешь, а что не надо делать было твоей бабушке, чтобы в лагерь не попасть? Ну, да. Ну, она считает, что ей не надо было сомневаться в... В партии Ленина? Нет. В канонизации Серафима Саровского. А-а. Дело в том, что когда его канонизировали, а вот сегодня нам очень рассказали про его канонизацию, что это была очень такая организованная такая компания, там, его сделали святым, ну, потому что решил Николай, почему-то его там, его наставники религиозные решили его там вот как-то вот канонизировать. Ну, потом, надо пускать, у него появился наследник, да, который, правда, был больной. Вот. И канонизировали, она так говорила... Да, ещё там страшно было, в 30-километровой зоне никого не пускали, жителям деревень всем бесплатно раздали чистые рубахи, каждая деревня своего покроет цвета. Таким образом, что если там кто-нибудь на вот этих мероприятиях будет неправильно себя вести, сразу было понятно, в какой деревне надо разбираться. Ну, в общем, вот такая страшная история, очень в духе советского такого вот, ну, или советское в духе царского было. Вот. Короче, Гаяна говорит, ну, что, говорит, подумаешь, ну, что-то он какой-нибудь святой, ну, с медведем жил, в лесу, а, в лесу жил. Ну, подумаешь, и я бы смогла. И действительно смогла, когда её туда посадили. Но потом она вернулась, купила иконку, он, первое, у нас самый уважаемый святой в доме, да, Серафим Саровский. Так что, не надо так с этим вещами использовать. Ну, я думаю, что считаю, что прабабушка пыталась найти объяснение. Есть такая теория, которая сейчас очень популяризируется двумя такими крупными эзотерическими женщинами. Называется теория справедливого мира. Теория справедливого мира является одной из когнитивных ошибок сознания. Людям кажется, что вообще всё, что происходит с ними, оно происходит по их вине или из-за их неправильных решений. Это как раз является когнитивной ошибкой. И даже поэтому, значит, Дэниел Каннеман, который за ним был психологом и занимался исследованием экономических решений, он объяснял многим математикам, почему люди часто поступают, ну, не так, как казалось бы, нерационально. То есть, на самом деле, люди нерациональные акторы, но и мир от некий хаос, в котором происходят такие хаотические события. Короче говоря, пришлите нам деньги на книги. Там ещё осталась книга про древнерусское искусство, там осталась книга про чувства во время революции, про 20-е годы в Советском Союзе. Да сколько там комиксов осталось, вы даже себе не представляете. И осталась книжка интересных историй про кошек со всех стран мира. Она была тоненькая и очень-очень дорогусенькая. А я бы вам и читал бы эти истории, знаете, как вот чтения такие, помните, иногда на Новый год чтения такие устраивали. Ну да, и да, возьмите, наконец-то, у нас котят, рыжие котятки, такие хорошие, такие умные, такие зайчики, такие бусинки. Возьмите котятки. Они, кстати, дружат с тварью два. С тиграшами. Вот эта тварь два, пока их не бьёт. Ну так что же им бить-то? Они с ним дружат, он их лижет, ухаживает за ними. Куда-то на время убегала их мать опять, загуляла, гулёна. Вот, и вернулась, ну потом она вернулась. А пока их не было, он за ними заботился. Вот, ну вот, хорош тиграш какой ход-то, да, помните тиграш моего? Вообще, вот, я буду переспрашивать, если кто меня встречает, там, в микро, где-то ещё. Ну, вот, давайте сфотографируемся. Так, назовите всех моих котят. Ландау, Липши, Северенбук, Тиграша, Черныш, кошка-баламошка, она же Рыжка. Ну, и из этих двух котят только два, как-то им не получили, червяк и Буся. Червяк и Буся. Ну, Буся уже вроде как хозяйка есть, а вот у всех остальных троих хозяев нет. И у червяка тоже. Вот, червяка нет хозяй, только у Буся есть хозяй. Нет, только Буся. Они нам звонят, говорят, мы вот купим когтеточку и сразу Бусю заберём. Бусь без когтей, домик ещё, по-моему, есть. Домик, да, когтеточку. Вот, поэтому всё, пишите, шлите, книжки советуйте. Кстати, писать в комментарии, какие книжки вам интересны. Да. Да. Ну, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok